За прошедшие сутки самолеты Воздушно-космических сил России выполнили 82 боевых вылета по 204 объектам террористов Сирийской Арабской Республики, расположенным в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия, Хама и Комс. При этом 32 боевых вылета российским самолетом выполнено в ночное время. Как доложил накануне министр обороны Российской Федерации генерал-армии Шойгу, Верховному углокомандующему, за последнюю неделю существенно увеличена интенсивность ударов по объектам террористической инфраструктуры на всей территории Сирии. Нанесен массированный ракетно-авиационный удар по наиболее важным объектам террористических группировок с использованием высокоточного оружия. В ходе удара применялись крылатые ракеты морского базирования «Калибр» и корректируемые авиабомбы КАП-500. Данным высокоточным оружием уничтожались наиболее важные объекты террористов. Впервые с находившейся в Средиземном мореподводной лодки «Ростов-на-Дону» проведен залповый пуск из подводного положения крылатыми ракетами морского базирования «Калибр-НК». Это не первое успешное применение крылатых ракет морского базирования. Ранее они уже дважды использовались для поражения объектов террористов Сирии с надводных кораблей Каспийской флотины. Особенностью последнего удара являются их залповые пуски с подводного положения с помощью торпедных аппаратов лодки. Имеющие данные объективного контроля в очередной раз подтвердили высокую эффективность данного ракетного комплекса. Все цели поражены с высочайшей точностью. Напомню, что дальность применения крылатых ракет «Калибр» составляет около 2000 км. Ракета имеет низкую радиоакционную заметность и за счет огибания рельефа местности на сверхмалых высотах практически незаметна для любых средств противовоздушной обороны. Точность поражения цели, несмотря на дальность применения, составляет несколько метров. Учитывая, что масса боевой части составляет 500 кг, цель гарантированно уничтожается. Ракета может снаряжаться как обычной, так и специальной боевой части ядерной. Хочу напомнить, что в ноябре, кроме «Калибров», применялись также новейшие крылатые ракеты воздушным базированием Х-101, самолетов стратегической авиации. Данное высокоточное оружие гарантированно уничтожает цели на дальности около 4500 км. Ракета Х-101 практически невидима для любых средств ПВО и может снаряжаться так же, как обычной, так и ядерной специальной боевой части. Точность поражения целей у этой крылатой ракеты не превышает нескольких метров. Уважаемые коллеги, в очередной раз хочу обратить ваше внимание, что на протяжении всей операции в Сирии мы представляем данные объективного контроля нашей боевой работы, включая и поражение целей. Причем делаем это регулярно, в отличие от наших коллег из антигеловской коалиции, которые только рассуждают о своих успехах, скрывая конкретику и факты. Безусловно, это их выбор, но нас возмущает, что этот же подход они зачастую используют, пытаясь оценивать нашу боевую работу против террористических группировок СИГ. Для мировой общественности уже очевидно, как говорится, ху-ис-ху в борьбе с международным терроризмом. Чем мощнее и чем точнее мы бьем боевиков, тем больше наши коллеги заливаются критикой, пытаясь различными способами увести внимание общественности в сторону. Приведу пару примеров. На прошлой неделе появилась информация о якобы развертывании в районе населенного пункта Шаарат новой российской авиабазы. Не нужно быть глубоким военным экспертом, чтобы понимать, что с авиабазы КМИМИМ, где базируется российская авиагруппа, до любой крайней точки Сирии требуется всего 30-40 минут полета любому российскому самолету. Никакой оперативной необходимости в развертывании новых российских авиабаз на территории Сирии, как об этом надумано диванными стратегами, не было и нет. Также прокомментирую сообщение со ссылкой на анонимные источники в Пентагоне о возможной причастности наших самолетов к нанесению 6 декабря удара с воздуха по сирийским правительственным войскам в районе населенного пункта Дерезо. Сначала факт. По данным Генерального штаба, сирийской армии 6 декабря с 19.40 в течение 15 минут авиации западной коалиции наносился удар по полевому лагерю 168-й бригады 7-й дивизии сирийских правительственных войск. Это в 2-х километрах западней Дерезо. Погибло четверо и ранено было 12 человек. Напомню, все наши вылеты в небе Сирии мы согласовываем с управлением воздушного движения и Генеральным штабом сирийских правительственных войск. Российских самолетов над тем районом не было. Об этом знают и наши коллеги с Пентагона. В соответствии с подписанным меморандумом мы своевременно уведомляем и о времени и маршрутах полетов нашей авиагруппы Сирии. Представители Пентагона подтвердили, что 6 декабря самолеты американских УЭС работали в этом районе на удалении 50 километров от места удара. И это правда, но не вся. В небе над населенным пунктом Дерезор находились еще две пары боевых самолетов из двух стран антигиловской коалиции. Если американцы не причастны к этому удару, то почему представители Пентагона замалчивают присутствие самолетов своих союзников в данном районе, где был нанесен удар по подразделениям сирийских правительственных войск? Не потому ли, что всю информацию о целях идей в Сирии авиация коалиции получает именно из Пентагона? Тем более, что ошибочные удары коалиции с воздуха уносят все больше жизни сирийцев. Буквально на днях в результате удара коалиции по деревне Аль-Хам, как сообщили правозащитники из Сирийского совета по надзору за правом человека, снова погибли десятки мирных жителей. Так может, нашим коллегам из так называемой коалиции пора вскрыть карты? Ведь мы с самого начала операции неоднократно предлагали американцам организовать обмен имеющей информации о расположении объектов террористов Сирии. А то получается, как говорят у нас в России, звонов много, да толку мало.